Все три синаптических Евангелия содержат весьма сходное описание преображения Господня. Вскоре после того, как Спаситель открыл ученикам, что Ему надлежит много пострадать от иудеев, быть убитым и в третий день воскреснуть, Он возвел трех апостолов Петра, Акова и Иоанна на гору Фавор и преобразился перед ними. Лицо Его просияло, как солнце, одежды сделались белы, как снег. Преображение Христова сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Ильи, которые говорили с Господом о Его близком отшествии. Изумление учеников достигло предела, когда всех осенило светлое облако, и из него послышался глаз, «Сея сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». Святоотеческая мысль, углубляющаяся в священную тайну преображения, видит его с трех сторон. Во-первых, что есть преображение для самого Христа, что ново раскрыло нам в себе, здесь самый сокровенный момент преображения. И потому святые отцы избегают пространно рассуждать о нем, чтобы земными словами не исказить несказанного. Во-вторых, рассматривается участие в преображении святых пророков Моисея и Ильи и апостолов Петра и Иоанна. Эта сторона событий освещается гораздо подробнее. В-третьих, преображение Христова есть неиссякаемый источник нравственного научения и духовного назидания. Празднованием преображения Господа Церковь исповедует соединение во Христе двух естеств – человеческого и божественного. В преображении есть явление Сына при свидетельстве Отца в Духе Святом, то есть откровение всех лиц Святой Троицы. Для Спасителя преображение состояло не в изменении, не в каком-либо возрастании Его Божественной природы, обладавшей изначальной полнотой, но в явлении Его Божества в природе человеческой. У учеников, возведенных на фавор, действием Божества открылись духовные очи, благодаря чему они оказались способны созерцать Божественный Свет. По мысли святого Григория Паламы, фаворский свет – это слава Божия и Царство Божие. В нем апостолам была открыта тайна восьмого дня, тайна того светоносного града Нового Иерусалима, о котором свидетельствует апокалипсис. «Господь преобразился не без причины, но дабы показать нам будущее преображения естества нашего и будущее свое пришествие на облаках во славе с ангелами», – говорит святитель Азнатоуст. «Посвящения в тайну будущего века были удостоены лишь избранные из числа двенадцати апостолов, столпы апостольского лика, которые одни лишь были отмечены переменной имени, совершенной над ними Христом. Эти избранники вместе с пророками Моисеем и Ильей олицетворяли на фаворе всю Церковь. В этом экклезиологический смысл преображения. В евангельском повествовании преображение имело еще одно значение. Оно должно было при грядущем голговском уничижении Христа укрепить апостолов в их вере, дать им незыблемое свидетельство Божества Иисуса Христа и добровольности Его крестных страданий и смерти. Об этом поется в Кандахе преображение. «Да и к дате узрят распинаемо, страдание, разумеет, вольное, мир лишь и проповедят, як аты и си воистину отчая сияние». Кроме того, преображение имеет отношение лично к каждому христианину. «Можем ли мы, имея ту же человеческую природу, что и апостолы, стать участниками преображения, прикоснуться к жизни будущего века, воспринять фаворский свет?» В этом стремлении к озарению нетварным светом и состоит духовный смысл нашей жизни. Образ этого стремления показал сам Господь на фаворе в своей молитве. «По свидетельству святителя Григория Паламы, имея в себе от себя самого нетварный свет, спаситель не нуждался в молитве для осияния своей плоти. Молился же он, чтобы показать, что блистание происходит от молитвы, от соединения ума с Богом. «По тому и христианину, желающему достоиться своего личного фавора, надлежит постоянно упражняться в молитве и добродетели, отвращаясь от земных помыслов и устремляя свой ум, свою любовь к Богу. Вера в то, что эта цель достижима, что обожжение человеческой природы возможно – важнейший момент христианского учения о человеке. Обожжение есть условие притворения спасения. Именно поэтому преображение – залог воскресения. Глубокий назидательный смысл преображения содержится в отдельных его символах. Высота горы означает по блаженному феофилакту возвышенность духа над земными привязанностями, без чего созерцание небесного невозможно. Сама гора знаменует необходимость двух подвигов – богомыслия и труда. Без чего невозможно взойти на высоту. Богомыслие возносит ум вверх, труд же способствует смирению. Гора указывает также на уединение и безмолвие, благоприятствующие молитвы. Многозначительно и само избрание Христом места, где совершилось преображение, так как фавор по-еврейски означает черток чистоты и света. Возводя учеников именно на фавор, Господь желал, чтобы из самого названия горы следовало, что для принятия божественного света необходимо очищение покаянием. Впервые церковные источники упоминают о празднике преображения в начале IV века. Древнейшим изображением события является находящийся в храме во имя святого Аполлинария в Равенне, Италия, фреска VI века, которая имеет аллегорический смысл. Лицо Спасителя заменено крестом в кругу со звездным фоном. Апостолы же показаны в виде анцев. Святые пророки Моисея и Илья стоят по сторонам креста. На греческих иконах наряду с самим преображением часто изображались восхождение на гору и схождение с нее. На русских иконах иногда имелись некоторые прибавления к канону. Так, например, показывалось, как один ангел выводит из гроба Моисея, а другой сводит с облаков Илью. Известна и ночная, в кавычках, икона преображения. На образе XVI века Устюжского письма фоном для священного события является ночное звездное небо. Полагают, что здесь не одно соблюдение правды исторического факта, но и особый смысл. На ночном фоне молния преображения знаменует начало нового дня творения будущего века. Аминь. Со страхом Божиим и верою приступите. Молимся, причастники. Верую, Господи, и исповедую, как ты всевоистину Христос, Сын Бога, живаго, пришедай в мир грешный, спасти от них же первые есть в вас. Ищи веру, и коси ей самое причистое тело Твоя, самая честная кровь Твоя. Молюсь обо тебе, помилуй меня и прости меня все прегрешения, мое вольное и невольное слово, я же в деле, я же вене и не вене. И исподоби меня суждено причаститься, причаститься в Твою тайницу, в осуждение грибов, мы их в жизнь вечную. Аминь. В вечере Твое тайное нести, сани Божиим, причастниками оприми. Ибо врагом Твою тайну повернил, обзанят Тебе, да мяка Иуда. Ну-ка, разбойник, исповедую Тебя, помими, Господи, во Царствие Твое. Да не в сутре в осуждение будет мне причастение, причистая, но во исцеление души и тела. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благослови, Господи, плод сей лозный и новый, и же благорастворением воздушным, и каплями дождевными, и тишиною временную, всей зрелищей, приятий, сейчас благословивый, да будет в нас от того гроздья лозного причащающихся веселья, и приносите Тебе дар в очищении грехов священным и святым и телом Христа Твоего. С ним же благослови Несисо, Пресвятым, Благим и Створящим Твоим Духом ныне приисто и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка, Господь, Боже наш, Тебе от Твоих приносите Тебе по предложению кому ж доповелевые и вечных Твоих благ воздаяния всем даруе, и же вдовы по силе приношения благоугодных приемы, прими ныне принесены от рабов Твоих всех, где предстоящих, и вечных Твоих сокровищах возложитесь всем с подобие дару им и мирских Твоих благ обильно восприятий со всеми полезными им. Яко благословися Твое имя и прославится Царство Твоя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне приисто и во веки веков. Благословляется и освящается приношение и си окроплением воды священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Благословляется и освящается приношение и си окроплением воды священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Благослов‬ ПЕСНЯ 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 Песня. 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 Грозивайся во славе, быть святыми своими ученики, апостолы Христос, истинный Бог наш. Молитвен пречися с Матерью и живой святых отца нашего Нифиана, архипископа Константинового Затаустого, преподобных богоносных, отец наших, святых праведных Богу, отец Акиман и всех святых, помилуй и спаси от нас, як благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Большое поучение из беседы святителя Иоанна Затаустого. Мир вам! Церковь есть общий для всех дом, куда мы входим за вами, по примеру апостолов, почему и входят, а сейчас же по заповеди Христовой, всех вообще приветствуем миром. И так никто не будь не родив, никто не будь рассеян, когда священники входят и преподают поучение, за это угрожает немалое наказание. Лучше для меня тысячекратно подвергнуться презрению, входя к кому-нибудь из вас в дом, чем не быть выслушанным, когда здесь приветствует вас миром. Последний для меня гораздо несноснее первого, так как и дом этот несравненно важнее. Здесь хранятся великие наши сокровища, здесь все наши надежды. Ведь что здесь невелико, что недосточтимо, и трапеза эта несравненно почтеннее и сладостнее твоей домашней трапезы, и светильник этот твоего светильника. Это знают те, которые с верой и благовременно помазавшись елеем получили исцеление. И эта сокровищница несравненно превосходнее и необходимее твоей сокровищнице, потому что в ней положены ни одежды, ни милостыни, хотя и немногие владеют этой сокровищницей. Здесь и ложа лучше твоего успокоения, доставляемая Священным Писанием, приятна всякого ложа. И если бы мы соблюдали совершенное согласие, то кроме этого мы не имели бы другого дома. И что это нетрудно, свидетельствуют те три тысячи и пять тысяч верующих, которые имели и дом, и трапезу, и душу одну. У множества верующих, говорится, были одно сердце и одна душа. Деяние апостолов, 4 глава. Но так как в этой добродетели мы далеко отстали от них и живем по разным домам, то, по крайней мере, когда собираемся сюда, будем ревностно исполнять ее. Если мы недостаточны и бедны, в чем другом? По крайней мере, будем богаты хотя бы в этом. Поэтому, хотя здесь, когда входим к вам, принимайте нас любовью. И когда я скажу, мир вам, вы скажите, и духовит твоему. Скажите не голосом только, но сердцем, не устами только, но и духом. Аминь. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Причаститесь и поблагодарим Господа. Боже, Боже! Слава тебе, Боже! Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе! Песня. 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 наставления грехов, Боги неблагодарения.